В браке, брак это самое лучшее средство узнать самого себя. Не когда ты один живёшь, а когда ты живёшь в семье, ты уже видишь себя со стороны, ты думаешь, ого, я иногда такое выдаю, допустим. Но самое сложное это было принять то, что со мной 24 часа в сутки находится. Много времени проводит один тот же самый человек. Просто независимый человек и тут сразу попадает в эти сети семейные. Мне даже мама говорила, за что тебе Бог дал такую, какую хорошую же. Но я, вот какой я себе представлял в голове, вот такая она. Я даже по голосу, когда мы с ней созвонились, то сразу мне понравился её голос. Я понял, что такой голос я хотел бы слышать до конца своих. Ты когда поехала к ней в Россию первый раз, ты уже поехал с кольцом. Как это тебе, ну это ж надо смелость, да? То есть человека не видел вживую ни разу и поехал делать предложение. Ну у меня была внутри какая-то уверенность. Я не знаю, откуда была эта уверенность. Но я ехал, да, уже с кольцом, купил кольцо. Я ей ничего не говорил, что я буду там, как бы, никаких намёков не было. Если даже она приедет там, не знаю, с какими-то вадами физическими. Ну то есть я, ну, полюбил её как человека. То есть я должен её принять, даже если что-то там мне не понравится. И то есть я приехал, мы встретились с ней первый раз. И она была даже лучше, чем, как бы... Ты себе представлял? Да, как бы я её представлял, да. Она только с поезда вышла. Ты всё понял, да? Привет всем, друзья. Сегодня у нас в гостях очень интересная пара. Это Паша и Лена. И у них очень интересная история. Они сколько, полгода вы уже, да, женаты? Поженились? Да, 7 месяцев. 7 месяцев позавчера. Как поженились, да. У них очень интересная история. Получилось так, что они познакомились через интернет. И на тот момент Лена была ещё неверующая, да? Да. И вот Паше получилось так привести её к Богу. Она покаялась, они поженились. Это нестандартная история, потому что мы всегда рекомендуем так не делать. И, в принципе, рекомендуем дальше так, образом не делать. Но факт то, что пути Господни неисповедимы. Паша привёл Лену к Богу, они поженились. Расскажи, пожалуйста, как произошло, как ты познакомился с Леной? Ну, как ты сказал, мы познакомились по интернету. И это не было, у меня не было даже мысли просто, знаешь, как знакомиться, типа, чтобы жениться. Увидел человека, написал ему привет. И перед этим у меня было такое побуждение привести хотя бы одного человека к Богу. Я молился сильно об этом. И как бы, а о женитьбе я вообще не думал. И все говорят, типа, знакомые у меня, кто там женился, замуж выходил. Ну, всё происходит так, как бы, ну, как-то внезапно. У меня не было никаких мыслей, там, чтобы я, наоборот, молился, чтобы Бог мне дал видение на мою будущую жизнь. И, ну, и как бы написал девушке. Она, я подумал на верующие, зашёл в контакт, по-моему, группа какая-то была. То есть музыка, музыка наутро. То есть ты через контакт, да, познакомился? Да, это не была какая-то группа знакомств или просто увидел её фотографию. Каких-то мыслей, что мы как-то с ней там сможем пересечься, это было вообще на грани фантастики, потому что далеко. Тем более, там, Украина война, с Россией война. И я, ну, написал ей. И потом на второй день я написал ей, началась переписка с того, что мы, что я ей рассказал о Боге. То есть кто такой Иисус Христос, как, почему Он пришёл в этот мир, почему Он умер за наши грехи. И она тогда ещё вообще не знала ничего о церкви, там, о протестантской, о Боге. Вообще ничего, ну, понятия не имела. Я ей разложил всё по полочкам. И она, как бы, ну, приняла это всё. Я был такой счастлив и вообще рад, ну, рад, что человек именно принимает то, что я говорю, потому что это для верующего человека очень, ну, приятно, когда. Гля, скажи, пожалуйста, а как ты вот восприняла, восприняла, когда тебе вот это сказали Бога и пригласили в церковь, да? Ты же, получается, нашёл конкретную церковь, куда её пригласили, насколько я понимаю. А, да, ещё была предыстория. Там куча историй перед этим знакомствами. Я начал служить в служении ЕСХИС, это интернет-евангелизм. Он мне помог именно, если бы я не служил в этом служении. Я вряд ли, наверное, так бы открылся. Я уже знал, как надо подойти к человеку, как надо начать разговор, как надо, ну, не навязчиво рассказать человеку о Боге. У меня была, в принципе, вот эта главная задача привести человека к Богу. Вот нашлась Лена, человек, который слушал меня в интернет. Подопытный коллег. Главная задача, чтобы человек покаялся. И потом, после этого, я направлял людей в церковь. Ну, Лена приняла Христа в своё сердце. Я решил её уже вести дальше, как бы. Где-то в глубине души она мне нравилась. Да, я не... И, может быть, сразу... Было дело, да? Да, было дело. Но, как бы, из-за того, что всё было на расстоянии, и... Я... Ну, в моём окружении было много девушек, с которыми я мог познакомиться. Я не был каким-то там зажатым, как бы, там, верующим, что боятся подойти к девушкам, познакомиться. Я мог бы нормально общаться, знакомиться. Я мог бы, в принципе, я и так и думал, что я бы познакомились с девушкой со своего окружения. Она будет... Я её буду хорошо знать, она будет меня хорошо знать. Мы будем там с семьями, может быть, дружить. Но, оказалось, совсем наоборот. И многие знакомые мне говорят, что у них так же само было. Человек думает, вот я выйду замуж или поженюсь там на человека, выберу там где-то далеко он будет, я где-то поеду с ним. Оказывается, совсем наоборот, что человек твой рядом. А в моём случае он был... Да, поэтому мы тоже рекомендуем не прививаться к своим стереотипам, да, то, что вы там себе нарисовали какой-то образ жены. То есть, действительно, Бог действует совершенно по-разному, не так мы зачастую планируем, думаем. Кстати, Лена тоже из Ешкаролы, да, город. Она покаяла в церкви. В церкви, это откуда в Анжелике? Да. Похожий. Выходец, да. Похожая у нас история получается немножко. Скажи, Лена, как тебе вот легко было, да, при тем церкви покаяться? Как у тебя этот процесс проходил? Во-первых, когда Паша начал разговаривать о Боге, когда он начал мне благовествовать, так как я была неверующей, я воспринимала эти слова, грубо говоря, впустую. То есть я просто слышала, что Паша очень дорожит именно отношениями с Богом. Меня, во-первых, наверное, это зацепило, что он искал Бога, что он видел в Боге какую-то свою поддержку, источник сил. И для меня это было незнакомо. Затем он сказал, что нашел церковь в моем городе, и что я могла бы туда пройти, чтобы вообще посмотреть, что это за церковь, какие служения там проводятся. И даже отправил контакт молодежного руководителя. Я сначала не восприняла эту информацию, и на второй раз тоже нет. А на третий раз, когда мы уже общались, по-моему, месяц, и я потихоньку начала проникаться темой Бога. Как-то меня очень цепляло то, как Паша о нем говорит. Мне очень нравилось слушать о его взаимоотношениях, что Бог ему помогает, и Паша счастлив, что у него есть такие взаимоотношения. Я решила попробовать, и пошла все-таки в церковь. И первое впечатление было очень положительным. И вы продолжали общаться друг с другом? У меня был такой выбор, или продолжать общаться с ней, или оставить ее. Мне говорили, что лучше оставь ее на этот период. И было такое борение. Я думал, я, наверное, ее оставлю, она пойдет в церковь, там, короче, более в Боге возрастет, и тогда, может быть, и, может быть, я буду с ней общаться дальше. Но у меня был такой страх, что она пойдет в церковь, ее никто там не заметил. И очень часто люди, когда приходят в церковь, они приходят и уходят оттуда из-за того, что их не замечают, из-за того, что они выпадают из виду других верующих, так вот, ну, то есть, проходящее все. И, как бы, я боялся, что она потеряется в этом. Из этого я решил поддерживать ее, даже несмотря на то, что мне говорили, что вот она должна укрепиться в Боге. Я понимал, что моя первая задача — это рассказывать ей о Боге. Я объяснял ей разные ситуации, там, по Библии, там, что она не понимала. Короче, как духовный наставник был я у нее. И в то же самое время я понимал, что она, ну, типа, как бы мне нравится. Ну, и я с ней общался много о Боге. Мы молились вместе, мы читали Библию. А были какие-то вот у вас понимания, ну, Бог, не знаю, давал вам, что это вот именно ваш человек? Какие-то откровения? Или как вот вы поняли, да, что вот Лена — это твой человек? И наоборот. Были какие-то вот подтверждения, может быть? Ну, я молился, что если это не мой человек, то пускай оно все, ну, разрушится. Да, мы с Пашей посоветовались и приняли такое решение, потому что мы в один момент поняли, мы находимся в разных странах. И это очень нереально, что мы будем вместе, потому что кому-то из нас придется переезжать. Для меня это тоже было страшно и как-то вообще в моей голове не укладывалось. И я понимала, что вот что-то надо делать. Мы как-то посоветовались, решили молиться, что если это не от Бога, если наши отношения, чувства, они не от Бога, чтобы как бы они прекратились. То есть мы молились так долго, месяца четыре, наверное, вот. И потом как-то просто поняли, что мы долго молимся, а все хорошо. Мы узнавали друг друга, мы укреплялись в Боге, я начала служить. И как-то вот поняли, что, наверное, все-таки наши отношения от Бога. Вот. И развивались тоже в этом, потому что были разные ситуации, мы узнавали друг друга, были какие-то спорные моменты. Но когда мы приходили к единому мнению, когда мы советовались, и у нас возникало взаимопонимание, и мы приходили к единому мнению, мы понимали, что вот лично я для себя поняла, что скорее всего наши отношения от Бога, потому что все было в согласии у нас, в наших отношениях. То есть вы чувствовали какую-то легкость, да, в отношениях? Да. То есть не было такого, что все как-то тяжело идет, да, но все равно понравилось все, иду там наперекор всему. То есть какое-то вы чувствовались, да, какое-то, ну, не знаю, благоволение, что ли? Да, я вообще даже молился, чтобы, ну, если она не моя, то чтобы она встретила там, я готов был даже ее там отпустить, пускай, если она не моя, типа, будущая там жена, я ее мог отпустить. Конечно, это я сейчас говорю, что я бы ее отпустил. Ну, я уже как-то себя переломал, и если бы она там встретила верующего человека, я ей всегда говорю, Лена, ты красивая, ты умная, верующие парни там увидят тебя, и по-любому кто-то, я не последний, короче, кандидат в твоей жизни, ну, то есть ты можешь встретить, если, ну, ты могла бы встретить, но она говорит, что ты мне нравишься, и я как бы... То есть получается, что, да, мы сейчас так говорим, что твое от тебя не уйдет. Да, да, да. Не надо переживать, что человек куда-то смоется, или кто-то перетянет, да, то есть это твой человек, как бы, ну, в спокойном режиме, нужно общаться, как бы... Я не переживал, что она куда-то там... Даже если бы она ушла, я думаю, что она... Ну, или там ей... Ну, бывает такое, что, знаете, нравится один человек, а потом, короче, ну, все меняется, и... В общем, я мог бы ее отпустить, наверное, мог бы отпустить. Я вот это все доверил Богу, я сказал, Боже, если она мое, то я буду общаться с ней. Мы с ней общались полтора... Ну, полтора года, да. То есть полтора года у вас было знакомство до свадьбы, да? До свадьбы, да, мы полтора года. Я считаю, что, ну, может быть, кто-то говорит, что это много, а кто-то мало. Ну, у нас, как бы... И мы много чего узнали. Мы даже ссорились. Я понимал уже некоторые недостатки ее, она понимала мои недостатки. Конечно, в семейной жизни это вообще узнаешь конкретно, но уже по чуть-чуть я понимал, с чем я, возможно, столкнулся, или и она понимала, с чем, может быть, я столкнулся. А скажи, ты говорил, что ты, когда поехала к ней, да, в Россию первый раз, ты уже поехал с кольцом, да, делал предложение. То есть как это тебе, ну, это же надо смелость, да? То есть человека не видел вживую ни разу и поехал делать предложение. Как это было? Ну, я вообще, ну, как бы не сильно верил в любовь, там, я не верил в эти все чувства. Я думал, что это все, короче, все придумывали, и все придумывают в фильмах. Но у меня была внутри какая-то уверенность. Я не знаю, откуда была эта уверенность, но я ехал, да, уже с кольцом, купил кольцо, я ей ничего не говорил, что я буду там, как бы никаких намеков не было, потому что она думала, что мы первый раз встретимся, увидимся. И я уже ехал туда, я думаю, боже, ну, я так и не ею. Если даже она приедет, там, не знаю, с какими-то вадами физическими, ну, то есть я полюбил ее как человека. То есть я должен ее принять, даже если что-то там мне не понравится. Потому что самое главное, что ментальность, то есть душа человека, мне понравилась она, что она добрая, отзывчивая. У нее много хороших таких качеств, которых у меня верующего, допустим, она не верующая, я видел в нее такие качества, которых у меня, у верующего, даже не было. Нет, вот это все нравилось. Ну, и внешность, конечно, нравилась. И то есть я приехал, мы встретились с ней первый раз, и она была даже лучше, чем, как бы... Ты себе представлял? Да, как бы я ее представлял, да. Она только с поезда вышла, и... Ты все понял, да? Да. Что это она? Да. Скажи, пожалуйста, вот семейная жизнь, да, вот когда вы уже женились, есть какое-то отличие до свадьбы, после свадьбы, есть какой-то переход такой? Были какие-то трудности, возможно? Сложности? Может быть, ты подскажешь, вот, к чему нужно, на что нужно сделать, к чему нужно готовиться, на что сделать ударение при подготовке к браку? Ну, да. Самое главное, это нельзя идеализировать человека, потому что у каждого из нас есть свои недостатки. Я понимал, что Лена, может быть, столкнется с моими недостатками. Я понимал, что надо будет терпеть, хоть она и казалась не совсем идеальной, и то есть я, в принципе, представлял свою жену такую, и я говорил, что у меня будет самая умная, там, красивая жена, и она так, в принципе, и мне даже мама говорила, за что тебе Бог дал такую, какую хорошую же. Но я, вот, какой я себе представлял в голове, вот такая она, я даже по голосу, когда мы с ней созвонились, я сразу, мне понравился сразу ее голос, я, ну, то есть влюбился впервые, ну, мы с ней впервые, когда созвонились, то сразу мне понравился ее голос, и я понял, что такой голос я хотел бы слышать до конца своих, нет, ну, не то, что там какие-то решения уже принял жениться, просто мне понравился ее голос. И, как бы, нельзя идеализировать человека. Человек, во-первых, он не сможет, если у тебя есть какие-то недостатки, другой человек не сможет их покрыть и полностью заполнить твою жизнь, там, счастьем, каким-то, какой-то радостью. Есть такие моменты, с которыми ты будешь бороться и в семейной жизни, возможно, они будут еще больше усиливаться. Ну, то есть, работать над своим характером надо и до свадьбы, и во время свадьбы, и после свадьбы, то есть, недостатки есть у каждого, и принимать надо, и прощать надо, и любить. Ну, то есть, это нормально, да? Предположим, так, что какую ты себе жену хотел, да, вот Бог тебе дал. Вроде бы все, идеальный человек, но все равно какие-то сложности возникают, и это абсолютно нормально. То есть, не надо, как бы, удивляться, что почему вот бывают какие-то, ну, напряженные моменты в отношениях. То есть, это все проходится, потому что мы все живые люди, да, со своими недостатками. Скажи, пожалуйста, а что, ну, какие вот конкретные сложности были, из которых ты, не ожидал, или для, ну, для тебя было, ну, как бы, неожиданно? Ну, самое сложное, это было понимание, принять то, что со мной 24 часа в сутки, находится, не 24 часа в сутки, а много времени проводит один тот же самый человек. Я, как, такой независимый, до 30 лет был, то есть, я мог ходить, куда хочу, там, с друзьями, то есть, и у меня не было такого, чтобы со мной рядом находился постоянно один тот же самый человек. И, как бы, и оно чуть-чуть, да, да, и оно, короче, поначалу это, но потом начало чуть-чуть, как-то, напрягать. Да, просто, ну, как бы, независимые человеки тут сразу попадают в эти сети, в эти сети семейные, короче, сразу было, ну, у каждого по-разному, есть люди говорят, что, наоборот, мы там вообще там с друг с другом, вот у меня такой характер, я привыкал к этому, но со временем, вот сейчас уже, я думаю, если бы Лена уехала на два дня, мы с ней, конечно, так не расстаю, за семь месяцев, два дня в Росте мы не были, но вот если бы сейчас она куда-то уехала, я бы уже начал, там, где-то скучать, переживать, но поначалу у меня это было осознание того, что вот именно постоянно я должен находиться с Леной, постоянно ей говорить, что я делаю, что я там беру, или что я отдаю, там, то есть, советоваться, отчитываться, отчитываться, принимать какие-то решения вместе с ней, там, это для меня было сразу чуть-чуть а еще мне было необычно, то, что за мной всегда ухаживает, ну, она там подает мне что-то покушать, то я сам готовил, там мог, то есть, это же тебя тоже раздражало, не раздражало, но было как-то непривычно, ну, короче, как-то не в своей тарелке, что за мной кто-то ухаживает, я постоянно ей говорил, Лена, я сам возьму, там, помою посуду, приготовлю, типа, для меня это вообще нету никаких, там, поглажу, постираю, потому что я до 30 лет сам жил, за собой я ухаживаю, а тут человек, который, я всегда боялся и до сих пор я боюсь, и, что, типа, есть такие парни, что женятся, все, ты жена должна мне, там, стирать, готовить, список, да, от мамы он отлепился, и все, мама, и жена, ты должна делать то же самое, что мама, у меня не было никогда таких требований к жене, чтобы она была, там, посудомоечная машина, там, стиралка, и все остальное, еще, и массаж делала, ну, то есть, таких, таких у меня не было требований. Лена, а ты же скажешь, какие были сложности, или неожиданности, или... Сложности, наверное, были в том, именно, осознание того, что ты человек, вот, с какими-то своими недостатками, потому что, в семье, вы должны договариваться, вы должны принимать какие-то решения, иногда нужно смиряться, а я не ожидала, что мне иногда будет сложно, например, в чем-то уступать, то есть, на практике, я думала, это будет легко, и, в принципе, в общении, когда мы были на расстоянии, я, Паша уступала, и смирялась под него, слушалась его, вот, а когда совместная жизнь начинается, вот, что-то у меня, как-то мне было сложновато, и, то есть, мне приходилось, вот, именно принимать какие-то усилия для этого, и я понимала, что, я в этом расту, потому что, я понимала какие-то свои недостатки, которые, возможно, мне мешают, и в общении с другими людьми, и тренируясь в семье, как-то мне это помогало, и вообще в обществе, вот, и, конечно, очень помогала молитва, когда ты, может быть, на эмоциях, и ты хочешь, чтобы Паша сделал вот так, по-моему, а не так, как, вот, мы бы пришли к единому мнению, молитва помогала, и, вот, какой-то пар внутри остывал, и уже, мы с Пашей, о чём-то договаривались, то есть, принимали совместные решения, а не так, как я бы захотела, может быть. Ну, в принципе, брак, это то, что, ну, самая лучшая школа в жизни, не стоит так, не поменять человека, не сделать его лучше, не сделать его, ну, не то, что добрее, а проявление вот этой любви, настоящей любви, не каких-то эмоций, когда свадьба, а именно, вот, ты должен, ты должен переступить через себя, простить человека, или понять человека, и ты делаешь какие-то усилия, потому что это только в фильмах показывает, что он там всё делает для неё, и, там, есть моменты, когда ты должен просто переступить через себя, через своё эго, да, я всегда думал, что я человек такой, который, там, всё сделаю, всё там, а оказывается, в браке, что иногда надо бороться со своими... ты себя лучше узнаёшь, да? в словах стать, я хотел сказать, что в браке, брак это самое лучшее средство узнать самого себя, не когда ты один живёшь, а когда ты живёшь в семье, ты уже видишь себя со стороны, ты думаешь, ого, я иногда такое выдаю, там, допустим, я никогда, там, ну, так бы, может быть, не поступил бы, или не сказал, а вот в браке бывает такое, и ты думаешь, вот, над этим тебе надо бороться, и с этим бороться. в то же время идёт рост какой-то, да, то есть, был ли у вас какой-то рост после свадьбы, после женибы, в чём это возможно? Ощущали какое-то вот, ну, что вы начали меняться, что какой-то прогресс, может быть, пошёл в чём-то? Да, был. В плане терпения, долго терпения, когда, ты понимаешь, что человек, вот, ты представляешь, что муж, он идеальный будет, и, вот, он будет прислушиваться к тебе, и следовать твоим советам, но ты понимаешь, что ты человека под свои рамки не переделаешь, вот, и тоже с этим нужно смиряться, и какие-то, может быть, моменты, которые в человеке не нравятся, с ними просто, их нужно терпеть, и потом, со временем, ты уже понимаешь, что они не так тебя задевают, то есть, поначалу, может быть, что-то не нравилось, но потом, ты уже на них смотришь, как на какую-то ерунду. У меня есть тоже такое правило в жизни, но я хочу, я стараюсь, и мечтаю, чтобы это было до конца своих дней, чтобы мы никогда не ложились спать, пока мы не, в общем, если есть какие-то конфликтные ситуации, чтобы мы примирились, и пока мы до этого, да, у нас не было такого, чтобы мы легли спать, и, как бы, были в какой-то ссоре. Я, там, признаю свои ошибки перед Леной, и не надо стесняться, если ты мужик, там, типа, вот, закрывать свои вот эти недостатки где-то внутри, в глубине, чтобы жена, ну, не узнала о них, и, как бы, можно перед женой, это самый близкий человек, это, как бы, пастырь, которому ты можешь исповедать свои вот эти недостатки, и самый лучший друг, когда ты можешь ему рассказать о них, и этот человек тебя, если жена всё прекрасно понимает, и она может тебе помочь, что-то подсказать, я никогда не стесняюсь перед ней говорить о своих недостатках, и она мне подсказывает, потому что она умная, умная, в некоторых жизнях я согласен 100%, в некоторых жизненных ситуациях она умнее меня, и она может мне подсказать, в некоторых я могу ей подсказать, и никогда не ставлю её там ниже себя, и что ты там, вот, ты должна мне служить, я всегда стараюсь прислушиваться к ней, и, как бы, то, что она мне подсказывает, бывает мне тяжело это осознать, бывает тяжело мне понять, то, что, ну, вот, в чём мне надо измениться, хотя я до этого времени думал, что всё у меня идеально, но тут она мне говорит, ты, Паша, должен делать, подсказывает, я прислушиваюсь, как бы, и если оно нормально всё созидается. Тогда, друзья, давайте свои пожелания, скажите тем, кто на пути, кто к созданию своей семьи, вообще, стоит жениться или нет, давайте. Конечно, стоит. Если у вас есть любовь между, ну, парнем и девушкой, то обязательно надо, и оно идёт ко всему, ну, к свадьбе, то есть, и нету никаких препятствий, потому что в Лене, допустим, у нас были, мы думали, что это будет нашими препятствиями, там, неверующие родители у Лены, я думал, что её не отпустят, и вообще, оно всё как-то слаживалось, всё, всё шло в правильном, правильно, чтобы Бог всё так, ну, созидал, и, да, и мы дошли до свадьбы. Не надо ставить, я думаю, что, ну, совет такой, что не надо думать, что после свадьбы ваша жизнь, другой человек вас сделает суперсчастливым, то есть, таким, суперрадость. Человек остаётся человеком, и я, и она, но мы должны вместе находить какой-то, вы должны вместе находить, если вы планируете жениться, или поженились, находить этот общий язык, чтобы, ну, в этих конфликтных ситуациях выходить из них победителями, и правильно решать их. Конфликтные ситуации есть во всех. Рассказывают и пастыря, как они там, ну, и в пастыре, и служителей, и все, не может быть такого, что счастье. То есть, придётся трудиться, прилагать усилия, но оно того стоит, да? Да, менять, не менять другого человека, а стараться меняться самим, ещё до свадьбы, хорошо, если меняешься до свадьбы, но не бывает такого, что в семейной жизни ты уже прям готовый на 100%, там, всё, я готов жениться, всё равно ты будешь меняться всю свою жизнь, до конца своих дней. Я бы хотела посоветовать, чтобы в отношениях на первом месте всегда был Бог, потому что Он знает нас изнутри, Он знает, в чём мы должны, может быть, поменяться, как поступить в той или иной ситуации, и спрашивать обязательно совета у Бога, если какая-то, может быть, конфликтная ситуация произошла, потому что Бог всегда направит по правильному пути, и мы в этом убеждались, много раз, то есть мы даже молились, находясь на расстоянии вместе, молились за наши отношения, это очень важно, то есть когда человек не может сам что-то сделать, сам своим умом решить какую-то проблему, конфликтную ситуацию, это сделает Бог, потому что Он создатель любви, создатель отношений, и Он всегда за то, чтобы отношения, они укреплялись и созидались. То есть настоящая любовь, она прощает, милосердствует, потому что мир чуть-чуть извратил понятие любви, любовь в понятии мира, это человек должен служить мне, из-за чего много разводов, из-за чего семьи распадаются, потому что у людей уже понятие того, что человек должен мне служить, человек должен делать все, что я хочу для меня, а тот другой человек тоже думает, что он. Так же самое. Да, и они уже в мире по телевизору показывают одну любовь, а в семейной жизни, так оказывается, я должен еще что-то делать для другого человека, а Библия и именно в церкви учит, как надо служить другому человеку. Если ты будешь служить другому человеку, если ты будешь сеять в другого человека, то оно тебе воздастся еще и с прибытком, то есть ты будешь всегда в плюсе. Надо служить друг другу и надо нести друг друга и помогать в любых ситуациях. Хорошо, друзья, благодарим, что вы согласились пообщаться, на интервью. И, друзья, всем пока, до новых встреч!